салюта книжный мир с вами лена и расскажу сегодня книжках которые читала в ноябре кое-что еще дочитывается но уже найдет в прочитанное в декабре прежде чем я начну свою историю хочу еще раз напомнить что я продолжаю снимать ролики регулярно их выставлять все разнообразные ролики и такие сидячие и влоговые но они в основном выходят на бусте это для тех кто имеет возможность поддержать мою благотворительную затею да и поддержать благотворительный фонд hunter синдром но также те же самые ролики дублируются бесплатно в группе вконтакте я не бука я не зануда я мне не жалко делать ролики но мне еще никогда не приходили никакие негативные плохие очень комментарии я не хочу чтобы этого случилось а время у нас такое турбулентное поэтому я хотел бы максимально отградиться от всего негативного и общаться продолжать общаться делиться каким-то своими книжными историями только с теми людьми кому это важно я остаюсь с собой на книжке стати со мною я не сотрудник ютуба вот я продолжаю свою книжную деятельность просто в других окошечках соц сетей я обязательно конечно же вернусь к полноценному видению буктюбы мы когда-нибудь обязательно полностью опять сюда переедем но пока волкам в описании ссылки есть но есть по каким-то причинам не хочется дойти что я могу сделать ничего не могу сделать вот но надеюсь на вашу поддержку на ваше общение носом на ваш интерес потому что кому интересно знать где найти на этом все итак рассказываю про книжку которая возможно уйдет лучшее прочитано это more tolse его шоссе линкольна я к этой книжке знаете очень долго шла ожиданиями завысила те самые ожидания и очень боялась что вдруг она меня разочарует после вот тех всех накрученных эмоций которые я возложила на толпы чтобы мне их восполнил и поначалу книжка мне очень нравится потом какой-то момент его думала не так хорошо как его же произведение джентльмен в москве однако в конце это 9.9 почти что 10 не знаю почему тут где-то 10 доли которые стать мне под сомнение не понимаю ладно расскажу хотя наверняка вы если смотрите меня эту я уже сто раз рассказывала что это история двух братьев которые к сожалению остаются без родителей но также они стаются с неким капиталом и вот они решают начать жизнь с чистого листа начать писать новую историю вот только у двух братьев абсолютно разные видения того куда им двинуться из дома однако появляются еще некие персонажи на их пути которые решают что вообще надо в третью сторону поехать вообще за другими делами за другими причинами и как эту книгу я могу наверное охарактеризовать и сравнить больше всего с глиняным мостом зусака но меню травмирующий наверное эмоционально это история мальчишек не только ты туда там еще мальчишки такие харизматичные классные и историю пару парочки женщин очень важных оказывающие большое как нам кажется возможно влияние на мальчишек но на самом деле их историю и вот это мне кажется роднит книгу глиняный мост и шоссе линклин история история мальчишек с сильными женскими персонажами и здесь также как и у зусака есть очень много отсылок к одиссеи к лиаде шекспир тут где-то упоминается и это очень важно потому что эта книга это тоже некий эпос приключения путешествия препятствия помощь вроде как и предательство на самом деле не злое предательство здесь столько всего если вы любите road story если вы любите такие эпичные произведения очень много передвижений приключений харизматичных персонажей вот это поворот какой-то выдевиль это все в этой книжке имеется я всегда хочу рассказать вам минимум деталей из книги потому что я хочу чтобы все для себя открыли мне главное вас увлечь эмоции и пообещать эмоцию которую получите от этой книги но как я сказала для меня это почти что десятка то наверно же десятка пока я не говорю вспоминаю просто я восхищена еще я думаю это будет не спойлер сразу чем могу вас завлечь тем что оглавление начинается с 10 главы и мы так идем 10 9 8 и здесь будет некое рассуждение о том как надо писать книги вернее как возможно написать книгу и потом книга будет сама с собой разговаривать внутри текста что было почти что сбой системы пока я поняла о чем я читаю но концовка вот ее мне прям хочется обсудить так что те кто читал пожалуйста напишите не знаю в комментарии большие слова спойлер как хотите где-то может быть в глубине текста запрячьтесь потому что история этого персонажа я просто не представляю как иначе она могла бы закончится и так хочется нас поверить но я этого делать не буду потому что это 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 не концовка которая вас обрадует но эта концовка очень интересная и находка мне кажется автор была просто гениальна так что амур толс мы ждем дальше напиши нам что-нибудь еще следующая книга тоже мне очень сильно понравилась она вряд ли войдет в топ лучшего хотя возможно в такой он был меншинс да это 147 свиданий от радмилы хакова я читал эту книжку вот right chapter tag здесь заметки радмилы который пыталась найти любовь и ходила на свидание меняла страны города и описывал здесь свой опыт знаете как кэри брэдшоу и я даже больше сравнивала это с первым сезоном секса большом городе где все девчонки ходили на свиданиях и какие различные мужчины встречались на их пути со своими странностями и какими-то благородными либо гиперблагородными видами жизни и кто-то может сказать что такой образ жизни а-та-та а я вот ее понимаю во всем такой человек который открыт ко всему человек с хорошими правильными моральными принципами на которого можно равняться и было забавно что я эту книжку надкусила 13 ноября а 14 я просто один присест дочитала и оказалось что 14 ноября как раз таки был день рождения радмилы хакова я зашла на его instagram просто посолида фотографию как это человек выглядит сейчас чем живет и вот так приятно вот что такое совпадение можно сказать поэтому мне эта книжка очень сильно нравится она абсолютно с полным фокусом на мужчин на отношения но также конечно же здесь и не обойдется без отношения к себе к отношению с самой собою с обществом но через эту призму до романтичных отношений я поняла что в какой бы момент я жизни не читала до сегодняшнего момента в какие бы там ни было отношениях и перед ух своей жизни мне всегда вы были близки взгляды на жизнь радмила хаковой хорошо давайте расскажу про книгу которая тоже должна была войти в любимый но я даже не смогла читать и вы не поверите это майкл шейбан его союз еврейских полисменов дело в том что я мне кажется во многих вопросов но религиозных что-то там ну чуть-чуть знаю понимаю но хотела мне понятно но когда он пишет про еврейство для меня это совсем темный лес и вот эта книжка я читаю прямо что шейбан он гениальный классный но мне непонятно абсолютно ничего во первых здесь основное такая сюжетная линия это детектив что мне уже не интересно а вторые здесь во вторых здесь очень много про еврейство каких-то словечек который переводчик нам решил не переводить и не дал перевода внизу и где искать сноски хотя бы сказать что есть словарь да что какие-то слова на идише или с какого-то нам языка переводила но в общем не суть то есть мне было сложно читать потому что мне было неинтересно и не жанрово и я не понимала не понимала о чем я читаю у меня такое же было с книгой николь краус кау тут to be a man быть человеком там тоже были некоторые рассказы просто про жизнь понятно а некоторые таки чисто ориентированы на тех кто понимать в еврейском вопросе и чем люди живут до их традиции очень не было это книжки ничего не понятно поэтому я решила что пусть стоит себе красотка где-то с бочку возможно когда я к ней вернусь когда наберусь больше опыта хотя бы даже из книг и тогда обязательно почитаю здесь конечно юморок шейбана его слог скользит невероятно все понятно но я читаю и вот соль вот соли которые здесь есть я не почувствовал для меня это было очень пресное блюдо которое я не поняла но я понимаю что именно по мне проблема а давайте еще расскажу про одну книжку который мне действительно очень понравилось потому что это детская книжка девочка которая не умела читать мы потом с вами перенесемся опять к серьезным книжкам самый большой плюс этой книги в ее иллюстрациях и описание некого книжного магазина и это замечательно кстати я здесь не сказала ничего про что здесь убийство и два еврейских полисмена жил в такой альтернативной аляске и будут пытаться расследовать это преступление вот так ну детектив он есть детектив там расследует преступление а здесь же у нас есть девочка который подкинули подкинули в книжный магазин ее хозяйка со своим сыном приютили взрастили как свою родную и вот им выпадает шанс стать владельцами огромнейшего магазина и описание этого магазина это самый великолепный книжный магазин который я когда-либо читала на страницах книг обязательно вам советую и почитать и книжку за эти иллюстрации у нее агромушечий шрифт мне кажется здесь ровно за час можно прочитать за два если внимательно расследовать иллюстрации сама такая история да ну про девочку культурную мечтать и конечно же там будет злодей наверное все таки от сильви бишопа мне больше понравилось тайна ночного поезда что читал постоянно забываю название понравилось больше но у этой книжки тоже очень много всяких плюсов именно для детских книг иллюстрации и книжный магазин 30 раз вам уже сказал а давайте тоже расскажу вам еще про историю где замешаны у нас подросток и взрослые эта книжка живет в новом доме называется на любимое уравнение профессора от полиантри но ведь история о математике ему поможет хорошо 60 или за 70 даже по 47 лет попал в аварию и после этого его память только хранит воспоминания первых 47 лет его жизни потом только 80 минут и через 80 минут всегда округляется как будто ему опять 47 и вот плюс то что он проживает я от этой книги хотела больше историй о том как человек себя ощущать потому что то что такое заболевание как синдроме даже не знаю как это правильно назвать что на меце я еще узнала от оливера сакса и меня всегда шокировала просто мысль того чтобы кстати вы открываете глаза и вы не понимаете вот допустим вы смотрите в зеркало и вам 70 но подождите когда я посмотрела зеркало я видела что не 47 как принять тот факт что вы за минуту просто состарились на пару десятков лет о том что вы ничего не помните вокруг все непонятно не обстановка не люди и мне хотелось прочитать какую-то книжку именно со стороны человека который переживает этот синдром они не глазами людей которые с этим человеком общаются да как они пытаются ему помочь создать комфорт как ему быстро объяснить что происходит и вот к сожалению этого в книжке нет я сейчас вырежу кусок того что я наболтала о моих ожиданиях от книги хочу только сказать что она очень мало рассказывать про сан седром со стороны человека который переживает эта книга написана со слов глазами женщины которые приходят и ухаживают за человека который помнит только последние 80 минут своей жизни и конечно же эта книга очень многом посвящена математике ее истинности и чистоте и вот знаете даже язык он уникальный в разных уголках мира люди говорят по разному и даже одно слово они могут по-разному интерпретировать я вроде как понятие очень похожие буквы мы используем разные этом алфавиты а математика где бы она не встречалась она всегда следует одни правила законы математики они везде работают одинаково и в них столько красоты когда мы смотрели как цифры между собой взаимодействует как они играются что они создают это было очень красиво где все элементы совпадают ты их так крутишь 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 и получаешь что-то невероятное гарантированное идеал логики что ли не знаю даже как описать симметрии эта книжка очень интересная с математической точки зрения но опять таки я не математик то для меня это тоже было не главное наверное для меня было главное в том что мы можем терять память с нами может случаться миллион триллиона различных вещей но наша человечность наша доброта она может быть искрена ничем никакой болезнью абсолютно ничем и для меня это книг было о самой чистой доброте который встречается в людях причем как со стороны профессора так и со стороны этого мальчика и женщины которые за ухаживал за этим стариком я тут пытаюсь найти красивые слова но я вот не математика не поэт поэтому могу рассказать это была прекрасная книга вот и пусть она живет в другом доме я просто знаю что не буду перечитывать но мне было не жалко с ней расстаться то что думаю пусть она подарит кому-то еще такие же хорошие ощущения и оставила я на последнюю книжку которая такая неоднозначная последние ласки тоже от полиандрии это тоже история женщины которая уже в таких приличных летах и она вспоминает свою молодость и также вот сидит у окна и смотрит в окно и рассуждает о своей нынешней жизнью и я так скажу когда я состарюсь я абсолютно не хочу быть похожа на героиню во всяком случае не хочу в старости чувствую то что чувствует она и сначала мне показалось что может быть я как-то очень поверхностно эту книжку прочитала да о том что надо в жизни там в молодости когда тебе там 30 40 50 создавать фундамент для своей старости заводить связи рожать детей чтобы тебя были друзья близкие которые скрасят твои последние дни чтобы ты чему-то радовался то есть да о важности человеческих отношений но потом подумал да нет это как-то слишком примитивно то не залезла очень редко что делали лайфли почитать комментарии и вот там правительственные люди о том же сам писали я думаю ну не может так быть и вот этот призыв он слишком как-то спрятан за всем тем негативным ощущением на который испытывать главная героиня в общем она мне не очень понравилась хотя может быть с другой стороны эта книжка призыв к тому что строй свою жизнь так чтобы когда тебе будет 60 она тебя давала то что ты выстрела подумай сейчас о том что может скрасить свою старость какой ты хочешь быть не знаю очень сложно то есть потому что ведь некоторые книги они так и написаны чтобы в нас сплошить что-то такое неприятное но это не значит что книжка плохая очень неоднозначными такие впечатления в этих книгах вот я конечно же однозначно без всяких ноль по праву вот эту книжку могу советовать абсолютно всем вот эту не занудом и не хенджам и любителям детских историй с большим огромным количеством иллюстрации ну и уравнение профессора по желанию в принципе нормально но полиандриную рейдж я поняла что очень специфичная литература которая читаю не нравится но понимаю что чего-то мне всегда не хватает чтобы внести их на полку любимого но они всегда у меня уходят на полку очень-очень достойно надеюсь чем-то влекла если влекла конечно же дать мне то узнать и если у вас есть какая-то книжка которую вы прочитали в ноябре и считаете что все обязательно без всяких поправок но должны прочитать тоже обязательно с нами делитесь на всем интересно тем более грезет новый год и мы все скоро будем составлять свои виш-листы все на этом прощаюсь и увидимся в следующем книжном ролике который я уже даже думала будет какой и конечно же будет поросеничный и книжный всем всем пока 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 и Продолжение следует...